После того, как Россия обвинила украинскую сторону в использовании части газа на собственные нужды, поток жидкого топлива на территорию всей Европы был перекрыт. И пока славянские соседи спорили вокруг стоимости за энергоносители, десятки тысяч домов замерзали в условиях небывало холодной зимы. Однако после того, как Европа и Украина заключили договор о поставках газа, Россия намерена возобновить транзит жизненно важного топлива. При этом поставки газа на Украину по-прежнему не гарантированы. Чешский премьер-министр Мирок Тополанек, председатель ЕС, прилетел в Киев, чтобы убедить украинскую сторону подписать соглашение. Последнее позволит наблюдателям из Европейского Союза, Украины и России следить за потоками газа через территорию Украины. «Украина сделала все необходимое, чтобы Российская Федерация возобновила поставки газа». «Сегодня мы подписали протокол, чтобы в адрес Украины больше не было жалоб, что якобы Украина служит преградой для восстановления российских потоков газа в Европейский Союз». После восстановления транзита Европа восполнит недостающую четвертую часть газа, которую она получала из России через территорию Украины. Однако, что касается Украины, то ситуация с поставками газа все еще не определена. Напомним, что отношения между Москвой и Киевом были и без того напряжены в связи с противодействием российской стороны по вступлению Украины в НАТО. А сейчас они еще более ухудшились.